всем здравствуйте вы на канале огорошки беларусь начало августа ну что вот не бывает все просто с виноградом если не осы ос пока у меня нету хотя уже кто-то говорит что у них летают меня пока не летают тасса но птицы выедают вот синюю ягоду просто даже не попробовал пойдемте что сделал взял сетки которые там допустим вишни накрывают или что-то натянул по кругу где-то к верхней проволоки это ниже но весь смысл что ползают по земле ходят и начинают щипать ромбик общипали такое чувство уже ничего не останется но я вам скажу так что самые отважные они через верх лезут чуть-чуть спасает но не совсем не знаем может попробую еще мешочки одет ну действительно не попробую поэтому с двух сторон так у меня в основном белая ягода желтая здесь синяя вот синюю ягоду конечно выклевывают не успеваю обрезать все равно залазят кое-где клюют но уже поменьше поменьше потому что так выедали вообще все лора лора где ягода подвижная я не трогаю ну а где вот початок ну сейчас уже очень сложно то есть я пытаюсь как-то вот эти ягоды повыщипывать ну чтоб хоть как-то подвижная было можно было конечно прямо рядом так рядом вырезать но выщипываю в основном если получается внутреннюю я году хотя вот здесь наверно уже не ничего этого не даст поэтому придется просто взять рядок и вырезать или выщипать чтобы хоть как-то подвижная груз была потому что ну она не всегда давится но в этом году очень сильные початки вот эти становятся получим плотно приходится ее вырезать не скажем не не все года я так это делал так вот более подвижная причем а так есть грозди сами по себе рыхлые это надо чуть-чуть прощипать главного лишнего чего не отрезать знать это как говорят все надо делать вовремя и давно надо было проведить я периодически ходил вырезал ну скажем частично брал маленькую где-то меньше опыленную более такую недоразвитую хотя надо было конечно целый ряд вырезать а может даже иногда и 2 новой у меня сейчас там валек есть надо к нему сходить потому что валек это первое сигнальное плодоношение там гроздь и ягода такая гор горошит там это вся гроздь но она уже плотно надо ее вырезать потому что уже гнить начинает ну этого я так вот две скажем две грозди вырезал причем и крупные все подряд есть он даже подпорченную наверное или птицы клюют и наверно все равно какую клевать зеленую синие я на основном 7 зелено особо не так цимус 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 нормально он верхняя ягода уже съедобная я хотя обработку делал но так хочется попробовать пощипываю чтобы проверить желтеет и уже и мускат появляется вот эти вот нижняя часть их тоже надо было прореживать или вообще отрезать чай ну пусть пока висит он ранее по я думаю она все успеет созреть кстати и неплохая альтернатива вместо алешинкиного а тут ведь он горох отрезать вместо алешинкиного хорошая примерно ягода примерно такая как у алешинкиного но и созревают они наверно примерно одинаково хотя может даже цимус раньше созреет чем алешинкин но здесь хоть мускат есть хоть какой-то вкус водичка не водичка не важно ну алешинкин просто сладкий болеет все время он как индикатор болезни поэтому все время ходить его брызгать он может вот лора возле него и она алешинкин болеет лора не болеет то есть вот он не сильно этот мильдию передается но вот морально ходишь но болеет надо брызгать а вот брызгать уже нельзя сейчас брызгать не особо поэтому пойдемте с той стороны еще зайдем это цимус со второй стороны вот такие грозди здесь солнца больше желтее здесь уже сахар есть но кислоты чуть-чуть то есть ему еще наверное ну неделька вот здесь початок уже и не двигается надеюсь что не помнёт у него не полезу грозди такие красивые длинные крылатые но это первое плодоношение в прошлом году сигналки были аркадия следующая идет аркадия но ягода только начинает надуваться она еще мелковатая она как-то резко потом оба и так в два в два в три раза ягода увеличивается дожди дожди каждый день сейчас идут дожди и ночи такие прохладные и вы знаете ну кой вот даже на аркадии вот одна ягодка долопнет короче нак на каждой грозди хоть одна ягодка лопается ну не скажу критичного как у меня аладдин он треск в хлам весь трещал еще и гнил поэтому и перепрививал давайте зайдем это вот лора с обратной стороны не знаю я надеюсь сетка не мешает вот это еще грозь подвижная а вот это уже початком надо ну вырежу чтобы двигалась кстати опылилась в этом году более-менее нормально лора но она всегда каждый год у меня нормально опыляется вот особого такого горошения очень резко когда встретишь так это вот ромбик это ромбик которые поедают птицы ну не знаю вот честно скажу с ромбиком непонятно это первое плодоношение конечно так вроде смотришь в роликах вроде и ягода крупная и все хорошо но он такой вот такие игру ловите все равно гады залазят и жрут ну видите съедает половинку где-то просто наклевывают по разному угрозочки такие маленькие место много занимает вот это непонятно видите лопнуло но хотя бы не гниет и косточка может аидеум какой был прижился не знаю так вот место занимает а гроздочки маленькие ну не знаю надеюсь хоть ягода будет покрупнее она такая это же первое плодоношение в этом году поэтому может с опылением что-нибудь ну пока не знаю вот надо он мне не надо этот ромбик если ну говорят же что у него грозди маленькие но ягода крупная ну посмотрю насколько она там вырастет крупной то что пока такая ну грамм 10 может 12 не больше с горухом так закроем назад это все пока не собирали так ну это дальше лора идет нет ну определенно надо наверно все-таки мешочки на него вешать потому что я его и действительно не попробую ведь вот выбивают часть и и все вот этот ряд здесь еще лора дальше дальше идет алёшенькин вот это алёшенькин такие есть нормальные грозди такая на перемешку он с горохом поэтому сыну своему замена так ну здесь алёшенькин алёшенькин и дальше идет продолжение ромбика продолжение ромбика такую конечно какую-то часть птицы тут уже вы или ну грузочки я не знаю но они не больше чем по 100 грамм поэтому как бы он рано не созревал вместо занимает очень много поэтому даже не знаю может его просто под забор вынесу но я еще следующий год посмотрю что с ним будет дальше 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 вот это вот сигнальная грозочка валька ну я так понимаю ягода горошит вот даже лопнула ну лопнула она скорее всего от дождя да и здесь початок вообще плотно поэтому вот хочу его сейчас и вырезать вырежу просто такой полосой потому что очень плотная грузь главное не перерезать сам ствол видите тут даже добраться сложно до него чтобы обрезку это сделать давится сразу я видел что она так вот уже к этому идет вот сразу не сделала сейчас конечно проблематично это сделать ну а это крыло она тоже здесь зажат ну все так вот ряд ряд вырезал она конечно уже подвижная стала хотя бы ягодка уже двигается это хорошо вот такую жменьку вырезал достаточно много ну я надеюсь что ягода хоть как еще будет увеличиваться и да не падается не знаю падает давит он себя не давит но сразу не вырезал не выщипала час поэтому так что пойдемте сходим юпитеру а ведь а вот викон пересажены нормально растет уже чуть ли не до 3 проводки дорос он здесь так уж нормально растет вот юпитер а ведь я юпитер тоже жрут яйца тоже выедают ягоду короче все что синенькая все птицы едят не брезгует видите когда-то юпитер лопнул но зарастает не гниет погода в этом году конечно капец она то нас заливает то сушит непонятно но так как сейчас влаги очень много обработку недавно делал пока все держит больше не обрабатывал и пока не собираюсь надеюсь ничего такого глобального не будет чтобы там ту же лору как-то обрабатывать отдельно давайте по молодым кустам пройдемся так значит вот эти ряды они все на палках просто на каких-то мотуз очках висят поэтому сегодня купил сегодня купил профиль 4 на 4 стенка 2 резал по 240 и концы еще оставались по метр двадцать буду сваривать будут те же 240 но когда буду бетонировать наверно буду приваривать приваривать что сантиметров 50 арматуры чтобы где-то ну почти метр в земле было и хотя бы два метра высоты было так пойдемте по молодым кустам так это молодой кустик гелиадора смотрите вот одна грозочка ну короче горох горохом да ну и вот этот горох он конечно лопается от этой влаги что сейчас есть ну вот смотрите а есть грозочка хорошо опыленная смотрите ягодка такая ну примерно как у лоры по размеру ну для гелиадора если вот такой гелиадор будет то вообще классно это я про тех кто еще до сих пор так вот с той стороны грозочка не вы не подумайте вы не подумайте я не агитирую убирать алюшенкин хорошая хороший виноград вот такая еще есть грозочка тоже гелиадор но ведь вот маленькая ягода лопнула и сами по себе еще некоторые отваливаются я так вот хожу горох вот такой вот горох хожу по кругу ну периодически выщипываю мне нравится мне красиво так следующий кустик бананос бананос тоже сигнальное плодоношение такая ягодка какая-то ромбовидная интересная но еще не готовая я даже не пробую уже понимаю что он еще не готов такая интересная опылилась так себе 50 на 50 что есть и горох а есть такие более менее нормальные грозди для сигнального плодоношения я думаю нормально хотя бы попробую что это такое так пойдемте к следующему кусту так это ливия ветер ливия тоже лопнула дождей но или ну вот начинает розоветь начинает краситься ягода мягко размягчается тоже сигнальное плодоношение первое попробую в этом году так а следующий кустик так а это байконурчик байконур тоже сигнальное плодоношение начинает краситься ягода 1 2 3 тут он пару штучек это тоже сигнальная грозь поэтому попробую в этом году есть такая вот еще грозочка небольшая она еще не красится это краситься так следующие так это черный кристалл не знаю он у меня вызрит не вызрит тоже сигнальное плодоношение як еще ягода дубовая она даже еще не размягчается здесь да вообще деревянная и не красится и деревянная поэтому что с ним будет пока не понятно но посадил памяти учителя там были пять ягодок на начале окраситься он кустик и короче эти птицы все сажали так что давайте по прививкам пробежимся отводки еще не делал не знаю буду делать но в мыслях есть дойдут руки не дойдут не знаю вот эти вот маль маленькие побеги я даже честно не знаю как на нем отводок сделать это не тоненькие что как его тут зацепить эту банку непонятно так дальше пробежимся о видите но велюр он только пошел в рост не знаю что с ним быть там с той стороны нормально растут хелена два побега идет достаточно не неплохо растут так с этой стороны что-то растет нормальный рост так а что это так там клубничный вот это клубничный отрежем 22 побега один поменьше один побольше а это квартет два побега два побега ну не с одной почки но с одного места пошли я их оставил я же думаю куст обрезанный нормально растет так с этой стороны борисфен тронулся в рост тоже начал нормально расти ну такой же сантиметров 40 наверно тоже растет там здесь и острый пошел в рост буквально вот неделю тому назад видите вот только только тронулся пошел в рост так ой пойдемте дальше толдун хорошо пошел в рост я его еще даже не чеканил не трогал хотя ручки так и порывается у меня это сделать а нет вот это один побег я чеканил но то что еще не чеканил очень хочется оставляю два-три пасынка неважно этот идет в рост хотя нужно его и тоже чекануть такое по сантиметров не знаю 30 по обрезал с той стороны тоже обрежу потом пусть начинает процесс почки почка за уже заложено конечно но я его до сих пор не чеканил давал потому что куст молодой ты по моему третий год в прошлом году даже сигнал к было там пять ягодок но в этом году ничего давал корневой системе наверно больше развиваться больше побеги отпускал потому что слабо рос так идем дальше ну вот прививка черного рояля тоже хорошо идет стартанала нормально растет четвертой проволоки доходит ну такой уже большой коронка загнута нормально с этой стороны уже тут три побега идут в рост нормально а с той стороны давайте зайдем там уже вообще маханули а вот это два побега блюза привил ну этот смотрите он вообще он пошел уже больше двух метров стартанул и с этой стороны он прививка тоже уже перемахал а ловите за не достаю рукой пошел там побег тоже большой вот здесь еще кое-то ну прививки нормально растут не все конец но 16 форм прививал по моему 10 из них растут 6 вообще не пошли ну как меня и предупреждали рано радуешься оно в рост шло отмирала опять там короче наверное все почки пошли по очереди в рост но вот на шести формах они так и не хотя кое-где вы видели тут через два месяца только начинали расти ну ну понятно что почки какие-то отмирали а потом просыпались уже спяще так друзья ну вот такой вот ролик ну буду делать шпалеры как-то спасаться от птиц пока осы не полетели не знаю буду если будут осы придется точно уже мешочки ну ромбик скорее всего не буду одевать в мешочки ну чё там попробовать будет что в следующем году нормально поем ладно пару ягод останется но попробовать уже хорошо друзья всем пока до новых встреч подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующий ролик ставьте лайки пишите комментарии до свидания